Всего за несколько месяцев до смерти пророк Джорджа Смит встретился с двенадцатью, чтобы поговорить о самых больших трудностях, с которыми Церковь столкнулась в то сложное время. Он сказал им, «Храм нам нужен больше всего остального». Несомненно, в наше время полное испытаний, и каждый из нас и наши семьи нуждаемся в храме больше, чем в чем-либо еще. Во время недавней церемонии посвящения храма я испытывал восторг на протяжении всего мероприятия. Мне понравился день открытых дверей, где я встретил множество гостей, которые пришли посмотреть на храм. Культурно-концертная программа на полной энергии, восхищение молодежи, а следом за ними прошли потрясающие сессии в освящении. Дух был сладостен. Многие получили благословение. А на следующий день мы с женой вошли в купель, чтобы принять участие в таинстве крещения за наших собственных предков. Когда я поднял руку, чтобы начать таинство, меня переполняла сила Духа. Я вновь осознал, что настоящая сила храма заключается в таинствах. Как Господь открыл нам полноту священства Милкоседекова, можно найти в храме и таинствах, проводимых там. Ибо в нем дарованы ключи святого священства, дабы вы могли обрести честь и славу. А потому в таинствах его проявляется сила божественности. Это обещание дано вам и вашей семье. Наша обязанность — принимать то, что предлагает наш Отец. Ибо тому, кто принимает, будет дано более обильно, а именно сила. Сила получить, что Он может дать и дает нам сейчас и в вечности. Сила стать сыновьями и дочерьми Бога. Знать силы небесные. Сила говорить во имя Его и получить силу Его Духа. Эти силы доступны каждому из нас лично через храмовые таинства и заветы. Нефий узрел наши дни в своем великом видении. Я, Нефий, увидел Акса Божьего, что она сошла на всех святых церкви Акса и на заветный народ Господа, рассеянный по всему лицу земли. И он был вооружен праведностью и силой Божьей, в великой славе. Недавно мне выпала честь посетить День открытых дверей в храме вместе с президентом Расселом Нельсоном и его семьей, когда он собрал их вокруг алтаря в комнате для запечатывания и объяснил, что все, что мы делаем в церкви, каждое собрание, мероприятие, урок или служение делается для того, чтобы подготовить каждого из нас прийти в храм, преклонить колени у алтаря и получить обещанные Отцом благословения на всю вечность. Когда мы чувствуем благословение храма в своей жизни, наши сердца обращаются к членам нашей семьи, живым и уже умершим. Недавно я стал свидетелем того, как три поколения семьи вместе участвуют в таинстве крещения за своих предков. Даже бабушка принимала участие, несмотря на то, что испытывала некоторую тревогу по поводу погружения в воду. Когда она поднялась из воды и обняла своего мужа, в глазах у нее стояли слезы радости. Затем дедушка и отец крестили друг друга и многих внуков. Разве может семья испытывать большую радость вместе? В каждом храме есть время, выделенное для семей, благодаря чему вы можете испытать записаться на определенное время в баптистерии. Незадолго до смерти президент Джозеф Ф. Смит получил видение об искуплении умерших. Он учил, что те, кто находятся в духовном мире, полностью зависят от таинств, которые выполняются за них. В Священных Писаниях сказано, «Умершие, которые раскаиваются, будут искуплены через повиновение таинством Дома Божьего». Мы участвуем в таинствах за них, но они ответственны за каждый завет, соответствующий этим таинствам. Конечно, в храме завеса тонка для нас и совершенно открыта для них. Какова тогда наша личная ответственность как посетителей и служителей относительно участия в этой работе? Пророк Джозеф Смит учил святых в 1840 году, что для выполнения этого потребуются значительные усилия и определенные средства. И поскольку эта работа должна быть ускорена в праведности, святым надлежит обдумать важность этих вопросов в своем разуме, а затем предпринять шаги, необходимые для достижения цели. И, припоясавшись мужеством, исполнится решимость и сделать все, что в их силах, взяв на себя такую ответственность, будто вся работа зависит от них, от них. В книге Откровения мы читаем, «Сеи, облеченные в белой одежде, кто и откуда пришли? Это те, которые пришли от великой скорби, они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них». Разве не видите вы глазами вашего разума, кто служит в храме сегодня? Более 120 тысяч обрядовых служителей трудятся в 150 действующих храмах по всему миру. Но есть возможность для еще большего числа людей получить этот великолепный опыт. Когда президент Гордон Хинкли объявил о концепции строительства малых храмов по всему миру, он учил, что все обрядовые служители будут местными людьми, служащими и в других призваниях, своих приходах и кольях. Как правило, служители призываются на два или три года с возможностью продлить срок служения. Не предполагается, что если вас призвали, то вы останетесь служить так долго, как сможете. Многие служители, которые делают это в течение долгого времени, уносят любовь к храму с собой, когда их освобождают от призвания. И они дают возможность новым служителям выполнять это призвание. Почти сто лет назад апостол Джон Уитсо учил, нам нужно больше служителей, чтобы выполнять эту замечательную работу. Нам нужно больше обращенных в храмовую работу всех возрастов. Это время пришло благодаря инициативе привести к активному служению всех людей всех возрастов. Храмовая работа приносит большую пользу молодым и активным, а также пожилым людям, которые уже оставили многие времена жизни. Юноше храм необходим даже больше, чем его отцу или дедушке, которые восстанавливают душевное равновесие благодаря жизненному опыту. А девушке, чья жизнь только начинается, необходим дух, влияние и руководство, которые приходят благодаря участию в храмовых таинствах. Президенты многих храмов рады видеть только что призванных и получивших облечения миссионеров, юношей и девушек в качестве обрядовых служителей, чтобы они выполняли это призвание, прежде чем отправиться в Центр подготовки миссионеров. Эти молодые люди не только благословлены служить, они становятся еще более прекрасными и духовными благодаря служению в храме. Я попросил некоторых юношей и девушек, которые служили в храме до и после миссии, поделиться своими чувствами. Чтобы описать опыт, полученный в храме, они использовали следующие фразы. «Когда я служу в храме, я чувствую, что становлюсь ближе к моему отцу и спасителю. Я испытываю чувство полного покоя и счастья. У меня чувство, будто я дома. Я обретаю святость и силу. Я чувствую важное значение моих священных заветов. Храм стал частью меня. Те, кому мы служим, становятся ближе во время таинств. Это дает мне силу преодолевать искушения. И храм изменил мою жизнь навсегда». Служение в храме — ценный и значительный духовный опыт для людей любого возраста. Даже некоторые молодожены служат вместе. Президент Нельсон учил. «Служение в храме — это возвышающее мероприятие для всей семьи. Будучи обрядовыми служителями, кроме выполнения таинств за ваших предков, вы также можете проводить таинства для них». Как сказал президент Уилфорд Вудрофф, «Разве может быть более великое призвание у любого мужчины или женщины на всем лице земли, чем держать в руках силу и власть совершать таинство спасения?» Вы становитесь орудием в руках Бога в деле спасения той души. С этим не может сравниться ничто из того, что дано детям человеческим. Он продолжил. «Нежный шепот Святого Духа будет дан вам. Сокровища небес и общение ангелов будут время от времени дароваться вам. Это стоит всех жертв, которые могут потребоваться от нас с вами за несколько лет, отведенных нам для жизни здесь, во плоти». Президент Томас Монсон недавно напомнил нам, что благословения храма бесценны. Ни одна жертва не будет слишком большой. Приходите в храм. Приходите часто. Приходите с семьей и ради нее. Приходите и помогайте другим прийти. «Сии, облеченные в белые одежды. Кто? Мои братья и сестры. Это вы. Вы, кто уже получил таинство храма, кто хранит свои заветы, даже ценой жертвы. Вы, кто помогает своим семьям обрести благословение храмового служения и помогает другим на этом пути. Спасибо за ваше служение. Я свидетельствую, что каждый храм, его святое место, священный дом, и что в нем каждый из нас может научиться и узнать силу божественности. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok